здравствуйте уважаемые подписчики сегодня у нас для вас шокирующая новость деноминация в россии де-факто произошла такое мнение изданию собеседник высказал экономист павел медведев при этом он утверждает что разговоры о деноминации в банковском сообществе и среди экономистов идут давно в 2011 когда я еще был членом национального банковского совета такие разговоры велись потому что деньги тогда уже были ужасно неудобными впрочем в последнее время это неудобство уже не так сильно проявляется стало больше людей которые рассчитываются банковскими картами констатирует эксперт вместе с тем уверен он деноминация сток одному у нас уже де-факто произошла потому что перестали ходить копейки а как известно в рубле сто копеек сегодня младшей монетой стал рубль да и он уже ничего не стоит на него ничего нельзя купить подчеркивает медведев в целом однако он негативно относится к идее деноминации это безусловно вызовет раздражение людей а для пожилых тех кто помнит деноминации прежних лет будет выглядеть просто кошмаром считает эксперт поскольку в нынешних условиях как и раньше вызовет рост цен более того на его взгляд психологически деноминации в неустойчивой экономики это всегда опасно напомним что с инициативой динаминировать рубль как в 1998 году в начале июля выступил руководитель информационно-аналитического центра альпари александр разуваев однако если в 1998 году курс деноминации был тысяча к одному то сейчас по расчетам эксперта было бы оптимально разделить рубль на 100 основная причина по которой как считает аналитик необходимо провести деноминацию резко возросшее количество наличных денег в россии по словам разуваева бизнес выводит наличку что свидетельствует о росте наличных расчетов теневого сектора экономики и так далее я думаю что копейку надо вернуть бутылка воды 50 копеек давно это напрашивается сказал он отметив что курс рубля станет 60 70 копеек за доллар кроме того отметил он принято считать успешной деноминацию в период низкой инфляции а в россии инфляция в годовом выражении на уровне трех процентов по данным банка россии с начала июля объем наличных в россии уже превысил рекордные 11 целых шесть десятых триллиона рублей реагируя на эти идеи 13 июля председатель цб рф эльвира набиулина заявила в совете федерации что не видит причин проводить деноминацию российской национальной валюты и регулятор даже не обсуждает такой вариант никаких деноминаций никаких денежных реформ мы никогда не рассматривали у нас в порядке все и с номиналами и с рядом банкнот никаких причин что-то здесь менять нет указала глава цены по ее словам никаких ограничений никаких изменений регулятор не рассматривает и не планирует со своей стороны спикер совета федерации валентина матвиенко высказалась на эту тему более жестко назвав разговоры о возможной деноминации рубля абсолютной провокацией добавим также что российская национальная валюта с начала нынешнего года существенно обесценилась к доллару и евро мощное давление на рубль оказали общая паника на финансовых рынках из-за стремительного распространения пандемии коронавирусной инфекции к вид 19 опасений по поводу ее влияние на глобальную экономику а также обвал цен на нефть так сильная девальвация российской национальной валюты произошла 7 марта на международном рынке форекс после того как днем ранее развалилась сделка опек плюс страны альянса не смогли договориться ни о дополнительном сокращении нефтедобычи не о продлении сделки на более длительный период после этого 9 марта 2020 года на финансовых и нефтяном рынках случился черный понедельник а 18 марта рынок охватила черная среда с очередным обрушением нефтяных котировок добавим что реальный эффективный курс рубля с учетом инфляции за июнь 2020 года вырос на 2,9 процента к иностранным валютам относительно предыдущего месяца при этом реальный курс рубля к доллару поднялся за этот период на 5,2 процента евро на одну целую 7 десятых процента однако за первые шесть месяцев текущего года реальный эффективный курс рубля снизился на 5 процентов подписывайтесь на наш канал и оставляйте комментарии здоровья вам и вашим близким